Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Наш сегодняшний разговор будет посвящен Дню памяти воинов-интернационалистов. Знакомьтесь с гостем программы и присоединяйтесь к нам. День памяти воинов-интернационалистов. Его службу награжден Орденом Красной Звезды, медалями за отвагу и от благодарного афганского народа. Почетные грамоты Президиума Верховного Совета СССР. В 1987 году получил высшее образование в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины на физическом факультете. Работал в областной комсомольской организации. В 1994 году возглавил Комитет общественного объединения «Белорусский союз молодежи». С 2000 по 2004 год являлся депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. С 2004 по 2008 год был председателем Совета по делам религии и национальности Гомельского облсполкома. Затем два года работал заместителем начальника Главного управления идеологической работы Гомельского облсполкома. С 2010 года и по настоящее время председатель областной организации «Профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма». На вопросы, которые касаются деятельности областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Номер связи по Вайбер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Михаил Григорьевич. Рада видеть вас у нас в гостях. Здравствуйте, Ольга. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сейчас короткий анонс некоторых событий наступившей недели. Мы начнем беседу. Присоединяйтесь к нам. 14 февраля в Гомеле пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов и 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В частности, в программе митинга возле памятника погибшим воинам-интернационалистам в микрорайоне Любинске и концерт-реквием в государственном учреждении Городской центр культуры. Около 100 юных музыкантов Гомельской области станут участниками конкурса «Юный виртуоз». Первый открытый областной конкурс исполнителя на фортепиано и струнных смычковых инструментах пройдет 14-15 февраля в Гомеле. Музыкальной ареной для участников станет Гомельский государственный колледж искусств имени Соколовского. 13 февраля в спортивном комплексе «Гомсельмаш» пройдет открытый областной турнир по тяжелой атлетике памяти тренера Эдуарда Гуриновича. В рамках турнира состоится благотворительная акция по сбору денежных средств для реабилитации Дмитрия Ходаса, мастера спорта Республики Беларусь по тяжелой атлетике, бронзового призера чемпионата Европы, получившего тяжелую травму позвоночника. 15 февраля в Лельчицком районе проведут обрядовый праздник «Стретшиня» или «Громницы». Уникальность праздника в том, что он сохранился до наших дней в первозданном виде. Обряд завораживает своеобразной драматургией, диалогами, уличным шествием, весенними хороводами и украшенной елочкой, которую везут по всей деревне на самое почетное место. Кресту на перекрестке дорог. За событиями из жизни нашего региона следите на канале «Беларусь-4 Гомель». Михаил Григорьевич, а для людей, которые хотели бы присоединиться к мероприятиям в честь Дня памяти, расскажите, пожалуйста, подробнее, что, где будет встреча и как все будет происходить. Ну, мероприятия, посвященные Дню памяти, уже идут в нашем городе. В субботу, в 51-й гимназии у нас было очень такое интересное мероприятие ежегодно. Вот уже 9 лет подряд мы проводим конкурс музейных экспонатов. Об воинах-интернационалистах. Это очень интересный конкурс. В этом году более 35 человек принимали участие в конкурсе. В школах проходят встречи. Что касается непосредственно канун нашего этого дня, 14-го числа наша акция, которую мы уже на протяжении 5 лет проводим, это с дожги свечу памяти в соборе Петра и Павла. Далее в 12 часов в нашей Иверской церкви в городе Гомель будет служить поднихида. В 13.00 возле нашего памятника областного будет состоится митинг. И у 15.30 на Ириненской состоится концерт. Поэтому я приглашаю всех наших воинов, интернационалистов, я приглашаю всех неравнодушных людей, конечно, чтобы приходили с женами, с внуками своими, для того, чтобы отдать дань и памяти, отдать дань и уважения. Ну и, конечно же, когда проходят такие встречи, это встречи и друзей, это встречи однополчан, это встречи с теми людьми, с которыми ты прошел не один день, не один месяц службы в Афганистане. Как-то заранее нужно предупреждать о своем намерении посетить, ну, может быть, концерт или ждете всех? Ну, конечно же, мы ждем всех. Я вам скажу, что в последние годы у нас очень массово наши участники боевых действий принимают участие в этих мероприятиях. Но мы упреждаем, конечно же, на предприятия, особенно на крупных предприятиях, где сегодня много работает наших однополчан, за подписью губернатора мы направили письма, за подписью мэра города и председателя городской организации, главы администрации за своей подписью также направили. Там в письмах прописано для того, чтобы руководители встретились накануне со своими работниками, чтобы сказали добрые слова в их адрес. Ну и, конечно же, те, кто честным, добросовестно выполняют свой труд, каким-то образом их поощрили. А также просьба для того, чтобы их могли отпустить на 14 февраля, для того, чтобы они приняли участие и поучаствовали в мероприятии. Спасибо, Михаил Григорьевич. Следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя. У нас есть звонок на линии. Здравствуйте, я слушаю вас. Спасибо, Михаил Григорьевич. Вопрос прозвучит от нашего телезрителя. Говорите, пожалуйста, не прерывайтесь, не слушайте по телевизору происходящее. Добрый вечер, шановный Михаил Григорьевич. У меня не питание. Я уроженец Браинского района, Терешенко Александр Павлович. В этой передаче принимаю удел, телефоную, когда Ольга проводит свои диалоги. У меня хочется выказать некогда добрых слов перед тем, как начнется ваш диалог, размова. От имя всех нас, Жахаров Гомершчины, у поддержки воинов афганцев. Выказать им поддяку за то, что они воевали. С городом выканали свой интернациональный обовязок. По задачам мощного здоровья, долголетия, и как бы та война, яка была, якую они перенесли, якую они принимали активный удел в этой войне. Им навыц, и не мроялась навыц у снах. Я пишу песни и верши, я так само по эдукации физик, как и Майхер Рогоровец. Есть у меня афганская трилогия. Дозвольте, я не затримаю одна хвилина, почитаю для батьков этих воинов, для самих интернационалистов, которые и загинули, и которые живые. Шумячь надо мною горозы, пахня смолою лес боровы. Не плачь, мама, вытрись слезы, я вернусь, бачишь, живы. Высока над родной хатой, лячать и кричать журавы. Что за слезы на твары, тата? Я вернусь, ты бачишь, живы. Смерть сябров, горы афгана, и смак горкалы пожоклой травы. На сердце моим, не загояная рана, а не везучи. Я вернусь, я живы. И на поконце еще хотелось бы передать противитание своему шабру с Брагинского района, який так само был сапером Майя у Радова-Знагороды, это Балобан Виктор Ивановец. А так само старшине Брагинского объединения афганцев Чернянко Валерию Васильевичу Николаевичу. Всего доброго вам, Михаил Григорович, и вашим ветеранам. Пусть дахов вам, Ольга, в вашем доброй справе, в диалогах ваших. Дякую, Великий, за ваше телефонование. И мы приемно. Добрые слова, за каких мы нашу сегодняшнюю размову и подшинаем. Михаил Григорьевич, сколько сегодня воинов-афганцев объединяет областная организация? На сегодняшний день, ежегодно мы проводим так называемую нашу перепись, на сегодняшний день в нашей области проживает 3705 воинов-интернационалистов. Это те, кто служил в Афганистане и других горячих точках за пределами Советского Союза. А в таких горячих точках у нас было 11, где принимали участие наши земляки-гомельчане. 3574 – это участники афганских событий. Вот 131 воин-интернационалист остались у нас. Я вам хочу сказать, что с каждым годом наши, как говорится, ряды еще, ряды еще, ряды, люди уходят. И как-то мы недавно сидели и думали, куда-то уезжают, и что я говорю, что в 50 лет, в 55, в 60 уже, наверное, менять место жительства не с руки и, наверное, не меняют. Все это, те болезни, которые были приобретены и так далее, люди уходят в мир иной. Это у нас недавно был совет наш афганский. И я говорил о том, что вот когда мы 15 февраля встречаемся, вот давайте не будем забывать, те, кто погиб, конечно же, мы о них помним всегда, но и те, кто рядом с нами прожил, кто ушел в умеренное время. И в этом году вы отправитесь, да? Ну, конечно, и в этом году мы... Мы ежегодно посещаем, и наши районные организации ежегодно посещают места захоронений, где похоронены погибшие, где похоронены умершие воины-интернационалисты. А что вы знаете о военных действиях в Афганистане? Наши корреспонденты задали этот вопрос людям на улицах города Гомеля. Там погибло очень много солдат. В частности, я живу в деревне Красная, и вот два моих хороших знакомых там погибли, пришли в цинковых гробах. Взять там служил. Так что, для меня очень больно. Очень больно. Инвалиды... Много погибло наших ребят. У меня брат погиб. Вот, там был... Был вообще без вести, без ничего, так... Пришла похоронка, и все. Знаю, что ввели войска для того, чтобы помочь афганскому народу. Эдик Колесников... А Толика забыла, как фамилия. И они оба явились оттуда. Эдик Колесников до сих пор инвалид. Был десантником, раненый дважды. Толик сейчас где-то у Добрыши живет. То же самое, нечеловеческое. Зачем это нужно было? Скажите, зачем это нужно было? Наших ребят отправляют туда. А что, не могли без нас обойтись там? Десять лет там, по-моему, шли во война. Воевали. Ну, наши солдаты, кажется, приказ Родины. Значит, выполнять надо всем. Ну, я считаю, что не бесцельно была оказана помощь там. Им хоть говорят, что там многие, что политики там, прочее, там, понимаете, что нельзя было. А я считаю, что, может, это и нужно было там. Был осуществлен ввод наших войск, которые оказывали, кроме борьбы с мятежниками, талибами, оказывали еще помощь медицинскую, материальную и прочее. Ставили перед собой задачи помочь афганскому народу. Но в связи с тем, что там очень много разных национальностей, наши делали ставку на узбек Шахмасуда. И в результате оказались неудел. Знаешь, что началось? В 79-м году, в конце августа, первые бои вела группа «Альфа», захватив дворец Амина. Потом было решение партии ввести войска, ввели войска. Вывели в 89-м году, в феврале месяце, под руководством генерала Громова. Нужно было вводить войска? Вы понимаете, тяжелый вопрос ответить на него. Может, не нужно было, а может, и нужно было. Рядом с Советским Союзом образовалось государство. Хотя оно существовало давно, да. И всю жизнь воевало это государство афганцы. Они же воины. Не знаю, даже не могу сказать. Ну, люди погибли. Много наших парней, да. Обидно, жалко. Помнить нужно. Ошибки не повторять. Год назад в Гомеле состоялась презентация книги под названием «Афганский альбом. Гомельчане на далекой войне», где собраны воспоминания уроженцев Гомельчина, которые служили в Афгане. Михаил Григорьевич, почему это так важно? Хранить память, говорить об этом, рассказывать историю людей, устанавливать мемориалы и памятники. Как вы себе отвечаете на этот вопрос? Почему это важно? Валентина, я сейчас буквально одну минуту прокомментирую вот то, что мы только что увидели. Понимаете, давать оценку войне, которая уже прошла. Как говорят одесситы, каждый мнит себе героя, видя бой со стороны, так и здесь. То, что в то время войска были введены в Афганистан, на сегодняшний день уже не только там историки, аналитики, а обыкновенные даже солдаты говорят, что, пройдя столько времени, что ошибки здесь никакой не было. Вопрос в другом, что держать войска в Афганистане столько лет нельзя было. Но я хочу сказать нашим телезрителям, мы не были в Афганистане какими-то наемниками, мы не были варварами в Афганистане. Советские солдаты в Афганистане настроили столько всего, что они сегодня с благодарностью это вспоминают. Поэтому, еще раз говорю, что кроме оказания с оружием интернациональной помощи, советские солдаты там строили и больницы, и дома, и мосты, и заводы, и так далее, и тому подобное. Поэтому, еще раз повторяю, что настоящий, вот тот смысл, который был заложен интернационально, то есть помощь, оказание, вот советские солдаты это делали. Что касается нашей книги, у нас много чего в Гомельской области издано. У нас, благодаря вашей телекомпании, у нас есть, мы издали два фильма, «Афганистан. Память и боль» и «Красный песок Афгана». Вот «Афганистан. Память и боль» о солдатах, тоже их воспоминаниях. А «Красный песок Афгана» – это фильм про матерей, чьи сыновые погибли в Афганистане. У нас есть книга «Память», которая издана, это о погибших. И вот по инициативе наших гомельчан, ну, в частности, нашего прокурора Гомельской области, редакции газеты «Гомельская», правда, мы издали этот фотоальбом «Гомельчане на далекой войне». Для того, чтобы показать истинную правду, пока люди живы, пока они есть истинную правду. А что же там в самом деле было? Там очерки обыкновенных солдат и офицеров, там очерки медицинских врачей и медицинских сестер, там очерки дипломатов и политиков, там очерки вольно-наемных людей. Конечно же, это все нужно сегодня делать. Вот сейчас мы работаем над… У нас есть такой проект создать, собрать фотографии в разных, как говорится, в таких, как говорится, ракурсах всех матерей. У нас фотографии погибших практически все есть. Вот, может быть, где-то вот есть, чтобы они были не на фотографии там военного билета, а где-то, может быть, как говорится, была где-то фотография с девушкой, может быть, где-то на природе были и так далее. собрать, вот, я, скажу честно, я увидел эту картину, для меня это было просто, вот, сделать, называется, картина поминальная. Вот, с одной стороны картины матера, вот, там, родственники и так далее, а с другой стороны картины погибших. Вот, и написано на картине «Они провожали их в армию». Вот, а на второй стороне картина написана «Они не вернулись с Афганистана». Вот, сейчас вот мы работаем для того, чтобы издать, сделать вот такое, такое вот, ну, не знаю, это будет или картина, или панно, что-то такое, вот, для того, чтобы, ну, понимаете, когда ребенок со школы там, или со какого-то учебного заведения, или студент, или же курсант приходит, и вот он видит вот это, вот, оно всегда, как говорится, в душе, оно всегда у памяти остается. А это сегодня наша задача. Я еще раз говорю, что пока живы очевидцы любой войны, не только афганской, вот, они должны ложить это все на бумагу, все это нужно издавать для того, чтобы через 10, 20, 30 лет, как говорится, и все эти события никто не искажал. Как бы хотелось, чтобы никогда больше матерям не приходилось отправлять своих детей на войну. И пока люди, принимавшие участие в этом конфликте, живы, важны не только их воспоминания, их жизнь важна сама по себе, и им можно помочь. Я предлагаю перейти к сюжету. Инвалид первой группы Владимир Боровик в 88-м был майором инженерных войск. Тот год стал поворотным в его судьбе. Тяжелая контузия уже на родине привела к заболеванию ног. Вначале ходил с тросточкой, потом опираясь на руку жены Светланы. Для того, чтобы обойти дом по периметру, требовалось около двух часов. А потом ноги отказали вовсе. На несколько лет весь мир воину-интернационалисту заменил интернет. Я объясняю, что я из дома не входил несколько лет, чтобы никого не беспокоить. Но потом возникла необходимость пойти к другому врачу. И без пандуса никак. Там эти шесть ступенек преодолеть, ну невозможно. А живу я с женой, она тоже уже не девочка. Почти моя ровесница. И одна не могла справиться. Дети, ну, дочки приходили, но они тоже пользу этих никого. Соседи помогали. Вот они, эти шесть непреодолимых ступенек. В конце прошлого года воины-интернационалисты установили на них пандус. Правда, сразу получилось не все. Жена воина-интернационалиста Светлана поясняет. Железная конструкция заняла много места. Теперь лестничную площадку будут расширять. Нам недавно установили в подъезде пандусы, чтобы мы могли выезжать на улицу. Но совсем еще некоторые неудобства есть. Нам будут переносить еще вот эти перила поближе, чтобы жильцам было больше места для ходьбы. На улице тоже нам установят перила. Кроме пандуса в подъезде, местные коммунальники сделали еще один – на улице. В ближайшие дни на нем установят перила. Тогда у Владимира Боровика вновь появится возможность увидеть жизнь не только через компьютер и телевизор. Еще один воин-интернационалист Геннадий Горбачев тяжелое ранение получил при выполнении боевого задания в Афганистане. Сегодня необходимую помощь ему оказывают сестра Ирина и ее дочь. Почти 30 лет каждодневного внимания. Впрочем, журналистам они рассказывают совсем о другом. Этажом выше проживает асоциальная семья. Многочисленные жалобы в различные инстанции ситуацию не меняют. Дело дошло до того, что пришлось застраховать квартиру. Впрочем, оказывать помощь своим братьям по оружию организации воинов-интернационалистов получается не всегда. И, пожалуй, самая сложная ситуация связана с признанием того факта, что инвалидность стала следствием боевого ранения. У Андрея Мельниченко доказать это не получается уже несколько лет. Да, воевал. Да, был ранен и контужен. Однако медики уверены, у него так называемое трудовое заболевание. С войной никак не связанное. В Дембельском альбоме есть фотографии лучшего друга Юрия Лисянских с Алтая. Он погиб, подорвавшись на мине. Сам Андрей ранения получил во время выполнения боевого задания. Их БТР талибы вначале подорвали, а потом стали расстреливать. И они по нам открыли ураганный огонь. И пули от бронескопортера отлетали, как горох. И мы боялись даже в больницу вылинуть. Ну и с рандометом они стреляли, стреляли. Наш БТР ходуном ходил. И мы ждали, ждали и дождались, что бронескопортер пробило. И погиб сержант, который был за этими... Стрелял с пулеметов, с башни. Он погиб, а нас двоих. Одному парню спину все изрешетило осколками, а мне две ноги изрешетило, и я потерял сознание. И все, так я и лежал без сознания. Покуда меня, через некоторое время, уже вынимали с бронескопортера, и тогда я уже очнулся. Не мог понять, где я. И посадили вертолет, который были сверху вертолеты, нас охраняли. Посадили вертолет, и меня срочно на вертолете отправили в город Кабул, в госпиталь. Игорь Петрик в Афганистане служил в 334-м отдельном отряде специального назначения. На его счету 49 боевых выходов. Говорит, что каждый раз ходили буквально по лезвию ножа. 104 бойца погибли, 460 вернулись домой с боевыми ранениями. Игорь в их числе. Пуля попала в ногу, перебила сосуды и сухожилия. Медики объяснили, нарушено кровообращение, в связи с чем раненая правая нога стала усыхать. Сегодня она на 5 сантиметров короче здоровой. Кроме того, полученная контузия привела к тому, что один глаз практически ничего не видит. Однако при очередном посещении МРЭК Игорь столкнулся с непониманием со стороны некоторых специалистов. Мне он, как он сказал, мне говорит, тебе типа протез сделают, отдать тебе военную группу, тебе это надо пожизненно. Так что, это, хоть оно у тебя и, ну, есть бумаги там. Мне военная травма подтверждали. Справка о ранении, раз, с архива была взята. Вторая, прошел суд медэкспертизу, подтверждение, что военная травма, это два. Третья, пролежал, сделал обследование в Минском госпитале, тоже подтверждает военная травма. Три, попросил помощь даже у генерала-майора, замминистра по обороне и по ходатайстве, помочь мне справиться с этими трудностями. Подал сейчас документы на военную комиссию. Уже одна надежда, что военные помогут мне разобраться в этой ситуации. Вы смотрите «Диалог». Михаил Жукевич, председатель Гомельской областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане. Сегодня у нас в гостях. Михаил Григорьевич, война убивает и калечит. Но война же делает сильными. Война сплочает ряды. Война воспитывает дружбу. Кто же еще поймет, как не люди, которые прошли такой же непростой путь. И здорово, что это получается у афганцев. Как удается помогать людям, которые оказались в очень сложной ситуации? В первую очередь, это люди с инвалидностью и их семьи. Ну, только что мы посмотрели несколько таких сюжетов. Что касается, например, того же пандуса. Понимаете, сегодня можно его сделать, было немножко уже. Но по техническим таким причинам мы не могли это сделать, потому что этот пандус в доме мы сделали сами. Потому что передние колеса коляски намного уже, чем задние. Вот если вот эти вот швелера поставить немножко поменьше, вот, тогда передние колеса не попадают. Конечно, мы переделаем. Но я хотел бы обратиться к нашим гражданам. Ну, оглянитесь, посмотрите. В доме живет инвалид. Ведь он тоже хочет, как говорится, выйти на улицу, чтобы он сам это все смог сделать и все. Вот. Спасибо, например, тому же домоуправлению. Они на улице сделали этот пандус. Но вот сейчас мы найдем, кто нам поможет для того, чтобы сделать поручни. Чтобы уже он весной мог хорошо, как говорится, самостоятельно выходить. Вот. Тот же Гена Горбачев, он всю жизнь, кажется, пришел с Афганистана инвалидом первую группу. Всю жизнь. Вот. В его доме тоже когда-то 14-й трес нам сделал пандус. Ну, все время он выходил. Сегодня он не может выходить на улицу. Ну, потеплеет, как говорится, вот, сестра, которая за ним ухаживает. Они на улицу выходят, у них там пандус есть. Вот. Что касается заболевания, которые сегодня воины и трансляционалисты стараются увязать с теми болячками, которые не приобрели во время войны. Как такое может быть, чтобы боевое ранение не признавали боевым? Ну, тут, кажется, все очевидно. Да. Здесь сложно, потому что, например, у этого Петрика, вот, у него заболевание, ранение ноги и так далее. Ну, вот так вот медики у нас трактуют. Хотя, вот, тоже Мельниченко, у него контузия была. И у него была группа инвалидности. И была группа инвалидности связана с войной. Ну, вот, на сегодняшний день так рассматривают. Я уже неоднократно обращался к нашим медицинским работникам, к нашему университету медицинскому. Ведь после Афганистана ни один воин-интернационалист, кто прошел службу в Афганистане, не прошел реабилитацию. Ни один. Вот. Поэтому тот посттравматический синдром, он сегодня проявляется. Ну, конечно же, еще раз говорю, что чем мы можем, мы, конечно же, помогаем. Вот. И направления какие-то, и на лечение, и все. Вот. Поэтому у нас на сегодня есть и госпиталь, который воины-интернационалисты действуют. У нас сегодня есть витебский центр реабилитации. Конечно, туда немножко сложнее стало в последнее время попасть в тоже витебский центр. Но я думаю, что наш госпиталь для инвалидов войны, он не хуже. К 15 февраля губернаторам подписан план организационных мероприятий. И там вторым пунктом плана мероприятий идет медицинское обследование. Вот. Своим председателям, которые у нас сегодня в районных организациях, мы уже за задачу поставили, чтобы они четко проконтролировали. Я сегодня обращаюсь к нашим медицинским работникам, к главным врачам районных больниц. Пожалуйста, проведите обследование. Если нужно направить в какую-то специализированную больницу, в областную, там, в кардиодиспансер, в областную больницу или же в Центр реабилитационной медицины, пожалуйста. Если у вас не получается, давайте будем мы подключаться к этому и для того, чтобы обследовать всех воинов-интернационалистов. Вот. И еще раз повторяю, что такое поручение губернатора есть. Вот. Обследуем, посмотрим, что, ну, в каком сегодня состоянии. Почему? Потому что на сегодня самый больной вопрос. Сегодня ежегодно нужно проходить комиссию на профпригодность. Да, вот мужчин-то мы как раз знаем. И пока совсем не прижмет, никто обследоваться не побежит. Разве что не вот страха потерять работу, потому что это еще мужчины, которым семьи содержат. Это единственное, что как только прошли комиссию, на год они забыли, что такое пойти в поликлинику и что такое, например, прийти у нас на сегодня воины-интернационалисты обязаны проходить ежегодную диспансеризацию. Вот. Из-за своей лени, может быть, из-за своей, там, овощ пройдет, не проходит. Санятости. Еще пока ничего не болит, может быть, все так особо. Вот. Оно вроде бы не болит, но когда приходит на комиссию, и особенно еще есть такое понятие, как страх. Вот на войне не боялись, а страх белого халата, вот, и давление выскакивает. И все, и прийти к комиссию очень сложно. Вот. Так, давайте тогда об этом поговорим, потому что, конечно, ранения, контузии, которые еще у молодых парней зажили, можно было 30 лет еще жить, оклемались и забыли, да? То теперь все это, конечно же, оборачивается болячками, серьезными, и люди не проходят комиссию, а людям еще содержать детей, кормить семью. И тогда получается что? Тогда вы на себя берете переговоры с медработниками, с нанимателями, чтобы как-то это урегулировать. Ну да, с каждым годом это сложнее, потому что, еще раз говорю, что на сегодня требования к рабочим специальностям, требования вообще к любым специальностям, вот, они уже встречаются. Особенно хорошо оплачиваемые. Вот, да, тем более, особенно хорошо оплачиваемые. Они уже встречаются, и еще раз говорю, что пройти на правопригодность очень-очень даже сложно. Ну, чего тут грохотаить, я вам скажу, что вот у нас последний совет был, на последнем совете, вот, мы обсудили этот вопрос, и направляем письмо, вот, на имя главы государства о том, чтобы посмотреть и каким-то образом помочь в этом. Ну, а помочь, на мой взгляд, единственное, что можно, служба в Афганистане шла год за три, или же день за три, вот, и вот офицеры, прапорщики, которые служили в Афганистане, они вот этой своей, ну, я не скажу, что это льгота, это не льгота, это, ну, какая-то гарантия, вот, что человек на время боевых действий, вот, в свое время летчики, как говорится, когда они летали, они тоже им вылет, как говорится, шел в какую-то выслугу. Так вот, офицеры и прапорщики, вот, вот этой гарантией воспользовались, потому что они, например, служили два года, им в услуги шесть, им в услугу лет вошло, и они ушли на пенсию гораздо раньше, вот. Поэтому мы просим, чтобы вы рассмотрели вопрос и попробовать это все внести в закон о льготах и социальных гарантиях, или же в закон о ветеранах, для того, чтобы снизить пенсионный возраст для участников боевых действий. Если это, если это, если это получится, конечно же, мы будем благодарны, вот, и главе государства, мы будем благодарны и парламенту, мы будем благодарны и министерству труда и соцзащиты, потому что, еще раз повторяю, что, вот, решить этот вопрос. В свое время у закон о пенсионном обеспечении Советского Союза было такое, что ведь участники боевых действий имеют право на пять лет, вот, если, помните, когда у нас был 55-60 лет, на пять лет раньше, вот, сегодня эта норма осталась в законодательстве Азербайджана, Молдовы, Казахстана, Украины, вот. В России там все льготы заменили денежные компенсации, но Россия богатая страна, вот, они это себе могут позволить, вот. Поэтому, вот, вот, это мы сегодня обращаемся, и уже к депутатам вручились, но на сегодняшний день на Совете обсудили и решили обратиться к главе государства. С депутатами обсуждали? Конечно. Вот. Ну, сейчас я знаю, что парламент прошлого созыва работал уже над законом, над новым законом о ветеранах, но почему-то он был приостановлен, сейчас вот новый парламент избран, вот, и они на сегодняшний день собирают полностью все эти предложения, которые есть, а у нас предложений много, вот. Расскажу, мы недавно, например, у нас воин-интернационалист, наш генеральный прокурор, вот, и он попросил своих коллег встретиться, вот, и обсудить этот вопрос. Мы это тоже и о пенсионном нашем обеспечении поставили вопрос, поставили вопрос о наших медицинских работниках, медсестрах, которые на сегодня служили в Афганистане, но не имеют тех гарантий, которые сегодня имеют солдаты. А ведь они выполняли такую же самую функцию, а можно даже и больше, они спасали людей. Вот. Поэтому, ну, те проблемы, которые сегодня есть, они гораздо сложнее. Я вам скажу, что я когда-то был представителем городской организации, вот, и проблема была жилищная, проблема была садик и решили и так далее. Тяжелая, нервная, но она решалась. А вот эта сегодня проблема, она уже жизневажная. Да. Вот. И сегодня ее решается. И неотложная. Да. Ну, проблема общая для всей страны, и я думаю, что с такой поддержкой, как и в лице генерального прокурора, обязательно должно все получиться. Потому что, несмотря на все сложности, это очень активные, очень сильные, мудрые люди. И приятно, что именно у нас на Гомельщине проходят такие мероприятия, как и международный слет, и фестиваль афганской песни. Значит, настроение по-прежнему поевое. Поем. Да? Душа поет. Да. Михаил Григорьевич, что бы вы хотели пожелать вашим соратникам? Я всегда говорил, и я не отступлю от своих слов, что надо любить себя. Будете любить себя, будете вовремя обращать внимание на себя, будете жить долго. Это первое. И второе. Все то, что у вас, моих боевых друзей, моих боевых соратников, есть в запасе, это что в запасе есть? Это тот опыт, который вы накопили и в Афганистане и так далее. Передавайте молодежи. Это то, что мы сегодня можем каждодневно прийти в школу, прийти в детский садик, прийти к нашим курсантам, кадетам, в учебное заведение, прийти на призывной пункт, когда идет отправка в армию и сказать, рассказать правду и сказать, что защита отечества это на сегодняшний день правильно. Не надо сегодня открещиваться от армии, не надо сегодня отмазываться от чего-то и так далее. Вот если человек здоровый, отдай свои годы, службы. Когда ваши отцы и деды служили, вы спали спокойно. Мы тоже хотим спать спокойно. Михаил Григорьевич, спасибо огромное. Спрашивают у нас по Вайберу, отпустят ли с работы. Да, на все предприятия прошли письма за подписью мэра города, за подписью губернатора на крупные предприятия и все районы пошли. Поэтому 14 числа я обращаюсь к руководителям предприятий на мероприятия. Пожалуйста, рассмотрите вопросы, отпустите, встретитесь со своими работниками, поощрите их и так далее. Спасибо огромное за сегодняшний диалог. Пожалуйста. Это был диалог с Михаилом Жукевичем, председателем Гомельской областной организации Белорусского союза ветерана войны в Афганистане. Спасибо вам за внимание и до встречи через неделю.